здравствуйте уважаемые товарищи телезрители сегодня мы с вами поговорим о химии и о том как приходят в эту чудесную область еще пролетарский писатель максим горький говорил что химия это область чудес а великие ученые михаил ломоносов говорил широко распространила химия руки свои в дела человеческие так вот сегодня у нас в гостях очень интересный гость директор химического института имени александра михалыча бутлерово владимир иванович галкин здравствуйте и с вами журналист альберт бегов и журналист рустам вафин владимир иванович вот заканчивается учебный год и впереди наступает эра егэ и эра вступительных экзаменов в нашем приемной компании приемная компания в том числе и в химический институт бутлерово предлагаю начать наш разговор с тех тем которые интересуют будущих абитуриентов а также их родителей и хочется поговорить о том о действительности ценности ценности образования именно химическом институте бутлерово и первый вопрос будет такой скажите сколько мест в 2019 году по приемной компании предполагается химическом институте и мишка мест значит ну контрольные цифры утвержденные для нашего химического института на девятнадцатый год они такие ну во первых я скажу какие у нас направления подготовки да прежде чем потому что это не одно направление значит у нас существует два направления бакалавриата это химия и педагогическое образование химия потому что у нас кафедра еще есть химическое образование вот это два бакалавриата значит и у нас еще существует специалитет если бакалавриат это четырехлетний цикл образования и потом чтобы так сказать ну допустим аспирантуру поступить надо еще закончить магистратуру обязательно значит то специалитет это пятилетний цикл образования который был вот но до недавнего времени везде сейчас в университете надо сказать что практически нет специалитета кроме как по медицине там он контрактный весь значит и в институте физики это на кафедре астрономии вот там очень маленький набор там буквально человек 15 а специалитет вот по химии специалитета остались в классических университетах поэтому значит у нас еще есть специалитет значит это пятилетний цикл образования после которого сразу можно поступать в аспирантуру то есть уже это не нужна магистратура и так далее значит что касается цифры приема на спросили значит вот в бакалавриат по химии это 49 мест в бакалавриат по педагогическому образованию химии которые готовят учителей химии 25 мест и специалитет который только что сказал это 50 это бюджетные места и крыт бюджетные места а по коммерческим ну и приблизительно где-то 40 мы принимаем абитуриентов на коммерческое отделение и сразу такой вот как говорится шкурный вопрос сколько стоимость коммерческого обучения значит стоимость коммерческого обучения она устанавливается вообще она не может быть ниже чем министерство оценивает образование какие бюджетные деньги тратится на подготовку студента по той или иной специальности но естественно научные специальности они естественно значит больше более дорогие потому что это оборудование там реактивы и так далее и так далее вот чем гуманитарные хотя когда контрактные соотношения там бывает часто наоборот потому что контракт можно он не не может быть меньше чем бюджетные затраты на подготовку студента значит а больше пожалуйста может быть если так сказать это целесообразное и контрактные студенты идут ну скажем юристы экономисты у нас там да значит международное отношение например вот мы не поднимаем цену на контракт на обучение никогда выше бюджетного то есть бюджет устанавливает министерство значит вот на девятнадцатый год эти цены еще не установлены вот но миссия пока хотя бы этих цифр нет значит я скажу про прошлый год значит в прошлом году восемнадцатом значит стоимость обучения в бакалавриате химия и в специалитете фундаментальная прикладная химия называется специалитет значит составляла 136 тысяч рублей у педагогов это было сто двадцать шесть тысяч рублей но обычно поднимает министерство там на цену инфляции но если процентов там на 7 допустим поднимется это цена это было порядка сто сорока пяти тысяч значит на на эти цифры ориентироваться до насчет и порядка ста тридцати тридцати пяти там сто тридцати пяти тысяч это для педагогов там а 10 тысяч меньше но это наверное цифры все таки гораздо меньше по сравнению с ведущими зарубежными вузами московский нет но безусловно значит эти цифры гораздо меньше чем зарубежных университетах это понятно значит а что касается статус московского университета у них это они тоже цена не поднимает потому что вы знаете такие достаточно все-таки сложные области естественно научное образование как физика химия и так далее значит но обычно туда все-таки поступают абитуриенты так скажем из не очень богатых семей вот и поэтому цены никто не поднимает высоко может быть это и замечательно для новых михаева ломоносовых приехавших из каких-то архангельских конечно глубин безусловно мы придерживаем и рассматриваем контракт на обучение не как способ там что-то сильно заработать иначе мы зарабатываем других делах на грантах на различных проектах значит мы просто даем возможность студентам которые чуть-чуть ну не прошли не на бюджет значит все-таки получить то образование которое не хотят образование нас очень хорошим наверно потом еще об этом поговорим можно спросить такой вопрос вот с какими баллами егэ может претендовать абитуриент на поступление на бюджетные места ваш институт если 300 баллов это точно поступит я шучу конечно значит она это каждый год ситуация меняется потому что она зависит в целом как по стране какой средний балл например по егэ по химии да там же каждый раз задание разные же и школьники разные каждый год и поэтому варьируют сложные задания варьируют и еще там чего-то да и поэтому каждый год это величина она варьирует но насчет что я должен сказать что если мы говорим вопрос ставим так что с каким баллом можно претендовать то тогда мы говорим о проходном бане значит если категория проходной был это самый низший балл допустим с которым человек вот проходил я некоторую статистику могу дать по последним годам значит он немножко варьирует значит он варьирует у нас на бакалавриата специалитет по химии учиться химические значит не педагогическое образование он варьирует в пределах где-то 210 до 230 это проходной был тогда как средний балл нас он достаточно высокий он самый высокий из естественно научных подразделений нашего федерального университета что средний балл у нас вот последний год он так примерно стабильно эта величина сохраняется это значит порядка двухсот шестидесяти трех двести шестьдесят три двести шестьдесят пять это средний балл по трем экзаменам по столу кем балл это высокий балл и он свидетельствует о востребованности да безусловно значит то есть к нам очень сильные идут абитуриенты ну например в прошлом году восемнадцатом насчет у нас было тринадцать сто бальников из них пять человек это победители всероссийской олимпиады значит это уровне которые 300 баллов имели сразу ну даже больше там же добавляют за к то там что-то что-то получается больше теоретически возможного если 100 баллов за каждый экзамен но еще там чего-то накручивается то вот с трехсот бальников у нас было вот вот пять человек а вот что вот их так вот прямо вот именно сюда именно наш казанский федеральный университет лечет у нас я без ложной скромности скажу такое элитарное химическое образование значит по данным того же нашего федерального министерства сейчас который называется но вот название сменилось называется раньше было значит миссис образование науки сейчас значит министерство науки и высшего образования да вот по данным министерства каждый год они подводят рейтинги значит наш химический институт мы обычно потом по разным категориям эти рейтинги оцениваются но мы все время где-то вот в первой пятерке наряду с московскими санкт-петербург часто меняемся местами но еще относительно близко к нам значит это новосибирский университет вот ну и за деда он в себе но иногда впереди иногда позади но это вот такая как бы такая вот пятерка как бы лучше от 5 до так назовем д значит это очень большим отрывом они идут на что-то других там химических факультетов других классических университетов если значит сравниваем а всего таких университет 84 где производится значит обучение ведется вот по этим самым направлением о которых я сказал то есть вот это поэтому понятно что казанский наш химический институт казанского федерального университета он у абитуриентов ценится очень высоко и у нас очень много ну чтобы подтвердить например да это у нас примерно 20 процентов только поступают из казани вот за последнее время особенно когда университет стал федеральным если раньше у нас было процентов 60 было из казани там еще там процентов 30 было из других регионов татарстана и процентов 10 всего из других регионов страны то сейчас у нас 20 процентов только из казани и по 40 процентов на 40 процентов это остальные регионы татарстана и 40 процентов это остальные регионы россии россии но при уставе за рубеж и иностранные студенты значит на странные студенты у нас порядка сейчас 40 иностранных студентов учится значит их количество каждый год растет Тут что надо сказать, что есть определенные соглашения межправительственные, в соответствии с которыми на бюджетные места российских вузов могут претендовать на общих основаниях некоторые страны СНГ. В частности, это Белоруссия, это Казахстан, тогда как другие, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, они на бюджетные места претендовать не могут. Поскольку нет соглашения. Да, нет такого соглашения. Там они поступают либо по гослинии, то есть за них платит государство, либо они платят сами. Скажите, а вот вы обозначили 5 вузов, топ-5 химических вузов в России, куда входят Казанские федеральные университеты, в частности, химический институт Бутлерова. Чем отличаются они между собой и в чем изюминка образования у нас здесь в Казани, в отличие от Новосибирска, от Москвы? Есть ли какая-то специализация, может быть, условно говоря, если есть стобальники, у него есть какой-то интерес, почему он должен пойти к вам? Возможно, ему лучше пойти в Москву или в Новосибирск, там есть специализация, которая ему больше подойдет. Ну, дело в том, что ведь образование проводится вот по этим, да, которое я перечислил, оно во всех вузах, вот эти направления, они одинаковые, как бы, да, потому что есть федеральный, так называемый ВГОС, федеральный государственный образовательный стандарт, где прописано, какие дисциплины должны быть. Ну, там, конечно, есть еще, у каждого университета есть своя специфика в области спецкурсов, там, и так далее, и так далее. — Практика, наверное, еще. — Практика, значит, почему наш университет котируется высоко? Я бы несколько моментов здесь выделил, значит, ну, во-первых, значит, Казанская химическая школа, всемирно известная, это уникальное явление в истории химии, это признают историки химии по всему миру, и они приезжают к нам, у нас есть музей Казанской химической школы, всего в Европе три химических музея, вот один, значит, из них у нас. Один в Германии в Ессени, один в Санкт-Петербурге, музей-квартир Менделеева. Наш музей, безусловно, самый, так сказать, и когда у нас проводят различные конференции, приезжают много иностранцев, очень много проводим форумов, конгрессов, вот в июне будем проводить очень крупные. Вообще, 19-й год, это же объявлено ЮНЕСКО, и он тоже годом, периодическая таблица элементов Менделеева. Вот. Поэтому, вот когда эти иностранные наши гости, ну и кроме Конгресса, постоянно у нас, так сказать, у нас очень тесное сотрудничество с многими-многими университетами, но попозже, наверное, я еще об этом скажу. Ну, значит, когда они приезжают к нам, они в этом музее, это как Мекка, когда они видят, сколько там они стоят, и полученные там Зининым еще анилин, значит, в 42-м году. Значит, там рутения — это единственный химический элемент, который был открыт в России, естественный химический элемент, не радиоактивный, который получают на ускорителях различных, там, да, вот, значит, единственный до сих пор открытый в России естественный элемент химический. Вот японец, когда получил, Нобелевский лауреат, получил Нобелевскую премию за как раз катализаторы на основе рутения. И вот когда он, так сказать, приехал сюда и пришел в музей, увидел, значит, он, оказывается, даже не знал, что это было открыто здесь, в стенах Казанского университета. Поэтому вот эта школа, как Казанская химическая школа, которая, ну, хотя кафедра химии была, она называлась кафедра химии металлургии, она была создана в год основания нашего университета в 1804 году. Значит, реально, вот, к моменту создания школы мы относим, ну, и мы, и историки, значит, это примерно 1835-1837 годы, когда в дворе главного здания была построена, ну, тогда она называлась «Новая химическая лаборатория», Да, сейчас мы называем ее «Старая химическая лаборатория», где вот и музей находится, в том числе, значит, вот там и работа продолжается, экспериментальна до сих пор. Значит, и вот тогда пошла такая непрерывная цепочка, вот то, что называть школой. Учитель-ученик. Значит, вот два отца-основателя, это Николай Николаевич Зинин и Карл Карлович Клаус, который открыл рутени, зинин, анилину, он много чего сделал. Вот, как говорят историки химии, только заодно то, что он открыл способ получения синтетического анилина, раньше его получали только вот из индиго, краска такая, ну, растение, да, вот, это положило начало созданию мировой анилинокрасочной промышленности во всем мире. Вот, историки химии говорят, что уже заодно это Николай Николаевич Зинин был бы навеки вписан золотыми буквами в историю химии. Вот, вот это два отца-основателя, Зинин и Клаус. Их ученик Бутлеров, значит, который создал теорию строения, теорию химического строения органических соединений, это до сих пор, это библия органической химии. Значит, его ученики Марковников, Вагнер, ну, целая плеяда у него была учеников, вот, один из них Марковников, который, значит, развивал теорию Бутлерова, ну, там, дополнил, доказывал, еще раз всем, значит, он впоследствии, когда покинул Казань, он основал московскую химическую школу, оттуда только пошла московская химическая школа, и москвичи все это прекрасно знают и ценят, и когда химический факультет МГУ, они говорят, да, что вся химия в Москве, в московском университете пошла, именно, из Казани, вот, Марковникова. Ну, и дальше ученики Марковникова, значит, вернее, ученик Бутлеров, тоже Зайцев, он из Казани не так не уезжал, все время заглавлял кафедру с органической химии. Значит, его ученики уже, это Арбузов старший, Александр Емельевич, который создал химию фосфороорганических соединений, основал, значит, развивал. Это потом его сын, академик Борис Александрович Арбузов, значит, который тоже долгое время, значит, вообще 20-й век называют Арбузовским веком в истории Казанской химической школы. Значит, вот эта последовательность учитель-ученик, она тянется вот, ну, до сих пор, такой вот неразрывной цепи. В отличие от других школ, где были отдельные представители, ну, скажем, допустим, там, Вюрц, значит, тот же Рибих в Германии, где есть музей, тоже химический, вот, они школы не создали, то есть, у них не осталось таких учеников, которые продолжали вот это. Здесь ученик продолжает дело учителя, там его ученики, да, появляются ученики. Да, опять его ученики, они уже свою развивают, у них свои ученики, и вот это все продолжается. Ну, это очень хорошо отражено в Казанской топографии, потому что название улиц Арбузова, Зинина, Бутлерова, это, в общем-то, половина улиц центра города, это относится к химической школе Казанского университета. И, Рустам, я бы еще хотел дополнить, что вот признанием того могущества химической школы нашего университета может быть такой факт, что Александр Михайлович Бутлеров, он три года был ректором Казанского университета. Они почему даже, ведь почему уехал Зинин, почему уехал Бутлеров, потому что они были избраны в Российскую императорскую академию наук, и тогда было обязательное условие, что этот человек должен был переезжать в Петербург, ну, в столицу тогда, да, империи. Поэтому, когда их забирали, они уезжали. Вот. Не поехал только Зайцев, потому что там уже ввели статус члена-корреспондента, и там необязательно можно было уезжать. Вот, он так и остался тут. И, поскольку мы все-таки беседуем в преддверии Великого праздника, Дня Победы, можно отметить тот вклад, который Казанская химическая школа внесла в дело Победы. Безусловно. Ну, во-первых, хорошо знают, но, во всяком случае, если не сами потенциальные наши школьники и бутуриенты, то их родители, уж точно, что бабушки и дедушки однозначно, что во время войны многие институты Академии наук СССР оказались здесь у нас, именно в Казанском университете, вот в вахтовом зале. Там было все так простынями перегорожено, значит, они там жили и работали, значит, вот в наших лабораториях, ну, в частности, Курчатов работал как раз вот в химической лаборатории, значит, где как раз сейчас музей химической школы находится, ну, там и лаборатория, значит, и вклад был, значит, Арбузов Александр Евгеньевич как раз, он возглавлял все вот это химическое, ну, так сказать, как бы обустраивал их быт, кто-то жил у него дома, значит, кто-то, значит, здесь вот он все это, как бы, как координировал, вот, и сам он внес колоссальный вклад, вот мы говорим там про победу, значит, но он поставил производство отечественного аспирина, это сила салицилла и кислота, значит, который раньше закупался в Германии, и открыт он был в Германии, значит, вот он поставил это производство, там, очень, совершенно оригинальной такой методики, и, ну, тогда это было, так сказать, до сих пор, да, безусловно, конечно, потому что это очень мощный антисептик, значит, и, безусловно, это колоссальный был вклад, вот, ну, и масса-масса других потом, лекарственных средств очень много было, так сказать, получено, здесь вот представительными нашими... Химия, да, тоже. А? Химия Порохов тоже. И Химия Порохов тоже, в частности, наш выпускник, ну, потом, может, мы, когда будем говорить о каких-то наших представителях таких, ну, Ярких. Которых все знают, да, вот, долгое время, вплоть до последнего, там, ну, вот, может быть, год, сейчас он перестал быть директором, значит, на другую работу перешел. Наш выпускник, значит, был директором Казанского Порохового Завода. Вот, значит, поэтому, ну, вот, примерно так, то есть... Славные традиции у Казанской химической школы, даже вековые, вековые получаются. Да, да, ну, скоро уже почти 200 лет будет, вот, как-то только школа возникла. И вот, хочется задать вопрос такой, а ведь они все отражены, вот, в нашем музее, то есть, можно это все прийти, увидеть. Да, да, безусловно, можно прийти. Один из лучших музеев страны, да, я бы сказал. Да, ну, из химических это точно лучший. В музее страны, там, значит, ну, во-первых, вся эта генеалогия есть, то есть, кто чей ученик, какие у него ученики, это, там, прям, такое генеалогическое древо. Да, и плюс конкретные, значит, я уже вот говорил, значит, и конкретные изобретенные препараты открытые, и конкретные, там, скажем, Флавицкий создал карманную лабораторию, которую можно было использовать в открытом поле, значит, и определять состав почв, там, и прочие-прочие-прочие вещи, да. Значит, то есть, все вот их значимые изобретения и достижения, они в этом музее представлены в реальных экспозициях. Так что, уважаемые телезрители, музей открыт, приглашают, приходите, посмотрите на один из лучших химических музеев, можно сказать, мира. Да, очень многие к нам приезжают, из соседних, даже не говорю про Казани, это само собой, значит, очень много школьников ходит, значит, по данной экскурсии, значит, из других регионов, звонят и говорят, можно, вот мы хотим в субботу-воскресенье приехать к вам из Башкирии, значит, из Ижевска, из Ульяновской области, ну, из соседних регионов, это точно. Они берут автобус, ну, потому что выходные, ну, как-то вроде выходные дни-то. Ну, вот, понимаете, у нас же учебный процесс, вот мы, давайте уж, пожалуйста, нас примите, пригоняет автобус человек 60, и, значит... Удивительное дело, сейчас в последнее время очень резко возрос интерес действительно научному туризму, научно-образовательному туризму. И, конечно, когда бываешь за рубежом, там, видишь их, великолепные политехнические музеи, куда можно прийти и окунуться в мир науки, у нас пока это, конечно, к сожалению, пока все разроднено, то есть, химия отдельная, анатомические театры отдельные и т.д. и т.п. Вот, но... Улин Руш отдельно. Да, но все-таки, рано или поздно, ну, будет, наверное, у нас в Казани политехнический музей глобальный, и все равно, все равно, еще раз, это наша казанская традиция химическая, она настолько интересна, что, ну, действительно, даже сейчас вроде бы люди широких слоев стали этим достаточно бурно интересоваться и посещают, стараются... Безусловно, потому что в плане вот такого научного туризма, как бы сказать, это совершенно такая нормальная категория, она, во-первых, и республике приносит известность, да, и привлекает туристов, и это действительно есть на что посмотреть. Поэтому вот еще раз приглашаем, пожалуйста. А что касается, значит, музея, как вы сказали, может, я вас не очень правильно понял, что там такое вот оборудование такое новейшее, там все пятое-десятое, вот у нас, в смысле оборудование, это, кстати, тоже одна из причин, почему выбирают наш институт. Значит, мы вот начали это обсуждать, потом как-то немножко в сторону пошли, да? У нас за последние, ну, вот, 10, по крайней мере, лет, как университет стал федеральным, кардинально изменилась материально-техническая база, но это спасибо нашему руководству, ректору, значит, значит, что химия была выбрана одним из таких драйверов развития федерального университета, значит, полностью переоборудованы все лаборатории в старом корпусе, значит, в 15-м году был введен в строй с участием президента Рустамом Горьковичем Менихановым, значит, и в значительной степени по его, так сказать, инициативе был построен новый, так называемый, химический корпус лабораторный, значит, ну, там один этаж цокольный и 7 этажей сверху, значит, и каждый этаж, и там в основном концепция этого нового корпуса, там и учебный процесс тоже идет, но в меньшей степени, чем в старом корпусе, значит, его концепция – это междисциплинарные исследования, и каждый этаж, и мнеменитые open lab, да, да, и междисциплинарные, то есть это химия для медицины, это химия для новых материалов, для композитных материалов, то есть химия, значит, химия для биологии медицины, я уже сказал, разработка лекарственных, значит, веществ, разработка новых полимерных и композитных материалов, значит, которое не может быть осуществлено специалистами только в одной какой-то области, химия для нефтедобычи, нефтепереработки, значит, улучшения нефти там и так далее, и так далее, значит, это тоже отдельный этаж, то есть всего вот в этом новом корпусе 54 лаборатории размещаются, которые занимаются, ну, на самом острее современных, так сказать, междисциплинарных. И начинка тоже самая современная. На начинке самые-самые современные, когда, я уже говорил, что очень много гостей к нам приезжает из-за рубежа, и сотрудничество у нас очень тесное, вот, но когда они видят это оборудование, вот, в том числе мы на днях открытых дверей это демонстрируем и школьникам, и абитуриентам, вот, конечно, на таком оборудовании работают. Ну, оно, ну, как говорят сами, так сказать, химики и европейцы наши, иностранные гости, что это лучше, чем в Германии, это лучше, потому что самая современная оборудование стоит, уникальная. Казалось бы, при их материально-технической базе капиталистической, развитой. Да, то есть они просто, ну, очень сильно удивляются, когда все это видят. Это отрадно очень слышать. И, все-таки, Владимир Иванович, давайте вернемся к нашему институту. Вот, я полагаю, что теледрителей интересует основная структура института. Какие кафедры, какие основные направления, чтобы вот широкими мазками охарактеризовать? Да, давайте, с удовольствием я на этот вопрос отвечу. Значит, ну, что касается структуры института, значит, с одной стороны, как я уже говорил, это, значит, это мощный образовательный центр, один из лучших в Российской Федерации, наряду с 7 университетами, которые мы перечисляли, да, именно в образовательной, в области, так сказать, образования, да, один из лучших университетов, классический. Значит, у нас 7 общеобразовательных кафедр. Вот последняя кафедра была создана 3 года назад, это кафедра медицинской химии еще, то есть такое новое, опять же, междисциплинарное направление. Междисциплинарное. И, с другой стороны, наш институт, это по своему потенциалу с измерим, с лучшими институтами Российской Академии Наук химического профиля. У нас 8 научно-исследовательских отделов, которые занимаются, ну, совместно образованием, значит, наука, практически во всех областях современной химии, вот таких областях, естественно, таких драйверных, да, вот. Вот. И как раз, значит, вот потенциалу сказалось измерим, да, ну, например, просто в качестве примера, значит, у нас работает 38 докторов наук-профессоров и более 70 кандидатов наук. Это преподаватели, научные сотрудники, значит, практически у нас 100% на степени у нас, то есть все кандидаты, либо доктора наук. Ну, вот, чтобы было 38 докторов наук в относительно небольшом, редкий вуз может похвастаться такой, так сказать, концентрацией, таким потенциалом научным, да. И у нас поэтому практически получается, что и подготовка, почему высокий уровень подготовки, он признается во всем мире. Наши выпускники работают по всему миру, может, мы позже к этому вернемся отдельно, значит, потому что, и это было изначально вообще в Казанской химической школе, что образование строится на реальной науке. И студенты, уже с младших курсов, они, так сказать, выбирают по своим интересам научные группы, значит, обычно в главе группы стоит профессор, значит, его помощник кандидата наук, и, значит, дальше идут аспиранты, студенты, и вот такой, и практически подготовка студентов, она штучная, что ли, получается. То есть это как вот маленькая семья, и вот так вот воспитывает. Поэтому очень высокий уровень образования, такой фундаментальный уровень, который у нас в институте. И он, так сказать, воспринимается, оценивается, в общем, всеми мировыми центрами. У нас нет проблем. Там поехать за границу. Вот наши выпускники работают, значит, профессорами и там научными сотрудниками, и на разных фирмах, начиная, значит, от Соединенных Штатов Америки и Канады, дальше практически вся Европа, все страны Европы. Это Франция, Германия, ну, может, дальше поподробнее скажем, какие именно центры. Значит, Великобритания, значит, если туда немножко южнее взять, значит, Израиль, очень много там наших выпускников работает. То есть практически вся Европа и дальше на восток, вплоть до Южной Кореи и Японии. То есть практически вот весь мир. Поэтому у наших выпускников нет проблем с трудоустройством, как таковым. Значит, они могут себе выбрать, в общем-то, все, что угодно. А давайте на эту тему чуть поподробнее. Вот родители, которые, дети, которые идут к вам, подростки, выпускники школ, если он не поступает на бюджетное отделение, а я считаю, что, на мой взгляд, нельзя говорить, что бюджетное отделение – это бесплатное отделение. То есть человек, который сдал ЕГЭ на 260 баллов – это колоссальный труд и талант. То есть это и те, кто даже не смогли это сдать, ну, близкие, они вынуждены платить, ну, примерно миллион рублей за обучение. Это если с первого уровня, второй уровень, да? Не миллион, поменьше чуть. Чуть поменьше, ну, порядок такой. И это серьезная сумма. Это инвестиция. Вот для тех людей, которые, скорее всего, это родители в большинстве своем, это для них инвестиция. Они инвестируют в своего ребенка, инвестируют в том числе в свое будущее через ребенка, через уже студента, подростка и молодого человека. Вот для них что можно сказать? То есть вот для этих людей, насколько это важна инвестиция, насколько эта инвестиция надежна, какие, да, как скоро она окупится, в конце концов. Потому что какие доходы могут претендовать, вот сразу оканчивая институт, пойдет ли он, может, в Макдональдс, да? Вот у нас есть шутка, закончил институт, идешь в Макдональдс. Вот это к вам или не к вам? Нет, это не к нам. Вот, давайте на тему поговорим. Ну, вы смотрите, значит, я уже говорил, что контрактное обучение у нас не для того, чтобы какую-то прибыль извлечь. Мы по-другому получаем, я уже говорил, через гранты научные и так далее, и так далее, через проекты. Только для того, чтобы дать возможность им учиться. Ну, во-первых, контрактное обучение, это, значит, инвестиции в образование, это всегда полезно. Это понимают все на уровне, так сказать, самих государств, и руководителей государств, да, потому что уровень образования определяет вообще... Человеческий капитал. Да, и вообще определяет цивилизационный уровень, вообще, государства в целом. Вот. Если мы не хотим превратиться в гондуразе, то, конечно, так сказать, в образование надо вкладывать. Конечно, вы совершенно правильно сказали, что, конечно, это окупится, и слиховой окупится. Ну, во-первых, что тут надо сказать, что люди, которые поступили на контрактное обучение, они ничем не отличаются. Я, например, даже не знаю, если специально не заглянуть там в наши дела какие-то, да, они учатся вместе все. То есть нет, что вот это там контрактники, это, значит, и я, например, сам не знаю, только когда вот, ну, если что-то требуется, там можно посмотреть, кто контрактник или, там, значит, бюджетник. Учатся одинаково. Потом, контракт — это не на всю жизнь. У нас к четвертому, пятому курсу остается буквально единицы, потому что освобождаются бюджетные места, ну, в силу разных причин, там кто-то по неуспеваемости, кто-то куда-то уезжает, значит, каждый семестр, естественно, идет, ну, порядка там около десяти человек со всех курсов, значит, отчисляются, появляются бюджетные места. Вот на эти места, если человек учится два семестра без строек, мы переводим контрактников. Вот, то есть, не нужно думать, что это вот, все, он уже вот так, всю жизнь будет контрактником, да? Значит, ну, вот один просто пример, который у меня вот на такой, в память врезался резко, значит, мальчик один у нас, ну, сейчас он уже, так сказать, кандидат наук, значит, он не добрал одного балла до проходного. Его с руками, с ногами, конечно, там, в КХТИ, ну, как он сейчас называется, Национальный исследовательский технологический университет, кандидат в КХТИ, с руками, с ногами, конечно, туда брали все, на бюджет, но нет, он все-таки, так сказать, все там с родителями, с мамой, значит, приходили, все-таки мы хотим к вам. И вот, два года он учился, значит, и мы перевели его на бюджет. В результате он одним из лучших студентов стал, просто хорошо учиться, все зависит от вас, ребят, значит, поступил потом в аспирантуру, закончил аспирантуру, сейчас работает у нас сотрудник, ассистент. И все-таки между КХТИ, уж я древнее название, и Казанским федеральным университетом, он все-таки выбрал университет. Да. А вот, мы вот, такой вопрос часто задаем, когда есть конкуренция, даже в городе, вот, почему наш ВУЗ выигрывает в этой конкуренции? Ну, потому что, ладно, имеем традиции, имеем вкол, имеем концентрацию. Уровень образования, конечно, но я не хочу обижать наших коллег, там, из КХТИ, мы все в прекрасных отношениях, значит, ну, во-первых, немножко другая направленность подготовки, мы готовим исследователей, в основном, химиков-исследователей, да, они готовят химиков-технологов, вот, ну, и они сами признают, что, конечно, уровень образования у нас, химического, он намного выше, но они просят у нас не только, так сказать, выпускников, там, значит, и преподавателей, и профессоров, там очень много работает наших профессоров, между прочим, я имею в виду, которые раньше были здесь, у нас, да, они, значит, так сказать, можно сказать, что у вас готовят ученых, а там готовят инженеров? Ну, примерно, да, можно. А вот такой вопрос, такой момент, вы сказали, что процентов 10 ежегодно у вас отчисляется с института, за не успеваемость, по другим причинам, и вот, в связи с этим, такой вопрос, как определить, то, что, ну, химиками не рождаются, ими становятся, и интерес химии, скорее всего, с детства проявляется у человека, и он потом идет по этой стезе, идет к вам, а как распознать в молодом человеке, что он будущий химик, у него, может, какие-то маркеры есть, какие интересы, какие фильмы он смотрит, какие книги читает, как вы сами стали химиком, вот, может, вспомнить этот момент, вот, это вопрос для родителей, у которых подрастает, пускай он уже не средний школьный возраст, младший школьный возраст, но мы видим, что, как распознать него химика, в будущем, да, что вот можно целенаправленно готовиться еще не за год, за ЕГЭ, да, а за 5, за 10 лет. Конечно, готовиться надо. Значит, ну, что тут можно сказать, значит, ну, самый простой ответ, значит, ну, во-первых, я немножко вас поправлю, да, я не сказал, что 10% младший, я бы сказал, примерно 10-12 человек. А, извиняюсь. Да, это процентам отношений существенно меньше, конечно. А то вы сейчас распугаете нам, обиду, что 10% кажет, за 5 лет 50% да, 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 вот. Ну, как распознать в ребенке, в молодом человеке интерес, интерес к химии? Ну, вы знаете, сейчас вообще такая идет биологизация жизни, что ли, всей, да, вообще биология везде проникает, во всей науке, и уже там находят гены, которые отвечают за отдельные болезни, там, теперь уже много говорят о том, что вот есть гены, которые кодируют, значит, определенные склонности человека, то есть в принципе вот первый вопрос, это же по генам, да, можно определить, но пока, да, это еще не скоро дойдут, какой именно области знаний склонен человек, там, при рождении, но я бы выделил здесь несколько моментов, начинает определяется, ну, безусловно, наверное, генетическая предрасположенность, вообще, к науке в целом, наверное, вот так, да, она, наверное, существует, конечно, на генетическом уровне, но второй компонент, я бы назвал, это воспитание в семье, какие-то там традиции, допустим, были химики, не были, то есть, ну, они, потому что, в каких-то беседах, все равно о чем-то говорят, что ребенок, пока не имеет, дело в том, что химию начинается изучать только в старших классах, поэтому сразу там, как говорится, из грудничка, из детского сада, или там, из младших, то есть, он должен сначала, все-таки, достичь этого этапа, когда он начнет ее, в принципе, изучать, значит, и куда, что ему будет ближе, ну, а вот так, по таким косвенным признакам, как вы говорите, да, но если ребенок любит что-то мешать, ему вообще, если вообще любознательный, мешать, пусть даже там на кухне, там еще где-то, значит, пусть там краски мешать, еще чего-то, это уже химия, значит, химичит, значит, то есть, есть определенные, значит, ну, и третий уровень, значит, это, безусловно, школы, очень многое зависит от учителя химии, вот вы меня спросили, как я сам попал сюда, я честно скажу, что, значит, ну, я всегда очень хорошо учился, с первого класса до последнего, с золотой медалью, там все понятно, значит, ну, я не собирался идти в химию, вообще, значит, у меня даже мысли такой не было, даже когда я начал ее изучать, я тоже ее, значит, вот тут роль учителя, значит, я собирался поступать в КАИ, потому что у меня отец закончил КАИ, значит, сестра закончила КАИ, значит, вот муж-шестрый зять закончил КАИ, и я вот так решил, что я туда, это вот, кстати, к вопросу, что в семье какие-то традиции есть, и дети обычных принимают, вот, и когда началась у нас химия, значит, у нас почти весь класс записался на факультатив, у нас был великолепный учитель, который, знаете, если так говорил, тоже наша выпускница, кстати, в химическом факультете тогда, вот, и она мне сказала, что, говорит, Володя, вот ты, значит, почему на факультативе не записался, я говорю, я, знаете, говорит, Евгений Ильич Ланов, я же нормально учусь, все хорошо, вот у меня тоже такой элемент лукавства, она говорит, слушай, вот ты, там на медали идешь, и все, ты вот приди хотя бы пару раз, если ты не придешь, я тебе не поставлю пятерку, по химии, приди просто посмотри, ну, что, походил я раз, пришел, а он был каждую неделю, там, по субботам, что ли, ну, несколько часов, и задачи там сложные, значит, два, три, и потом, значит, понравилось, значит, стал выигрывать районные олимпиады сначала, потом республиканские олимпиады по химии, значит, вошел во вкус, значит, кстати, родители были против, мне, они, почему-то считают такое, есть такое, что, нет, даже для династии, почему-то есть такое предубеждение, что химия это вредно, ну, совершенно, так сказать, неправильная точка зрения, потому что все наши, вот великие химики, которых, знаете, вот этой, та же химическая школа, ну, это долгожители, то есть, это примерно 90 и больше лет, поэтому, значит, ну, родители потом смирились с этим делом, значит, записали даже меня там с моим товарищем, который сейчас завкафер органической химии, член-корреспондент Российской академии наук, Игорь Сергеевич Ансипин, мы в одном классе учились с ним, значит, и вот с подачи тоже учителя, мы записались на химический факультет, там был так называемый клуб юных химиков, и тоже каждую неделю, значит, мы сюда потом, мой отец привозил нас, ждал, пока мы тут занимались, часа два-три, забирал, увозил обратно, отдавал, значит, Игорь Сергеевича, его родителям, они там встречали, значит, вот это вот роль, так сказать, учителя, если хороший учитель, если нравится учитель, то нравится и предмет. Скажите, а вы отслеживаете таких учителей, например, в Сатарстане, в Казани, в каких школах есть такие здоровитые учителя, вокруг которых собирается кружок, они по интересам, и может быть, даже посоветуйте родителям, в каких школах, какие люди есть. Ну, например, во-первых, это всегда видно по итогам приема, из каких школ, ну, тем более, взять многолетнюю статистику, то есть определенные школы, которые доминируют, не только в Казани, но и в целом, так сказать, и по Татарстану, мы знаем, из школ этих учителей, они приезжают к нам каждый год, мы проводим республиканскую, этап Всероссийской Олимпиады, всегда в Казани, каждый год, многие эти учителя, наши выпускники, и мы их просто хорошо знаем, ну, например, вот из таких, допустим, директор 131-й, да, там гимназия называется, да, или там, лицея, гимназия, там, школа, гимназия, да, 131-й, ну, такая, в основном, она физико-математического профиля, но очень много, значит, вот там учитель химии, она же директором, стал в последнюю жизнь, много лет, значит, Алифия Бреговарова, Хабибуллина, это не только наша ученица, она закончила у меня аспирантуру, кандидат наук, но потом пошла в образование, ей это нравилось, и вот в результате, сейчас директор школы, готовят отличных, совершенно, так сказать, выпускников, которые выигрывают Олимпиады, и тоже многие из них учатся у нас, поэтому вот этих учителей, многие учителя, вот, скажем, учитель химии в нашем лицее имени Лобачевского, университетском, значит, Ольга Николаевна Романовна, тоже наша выпускница, значит, работал тоже в разных, это, так сказать, школах, вот сейчас работают в нашем лицее, готовят совершенно великолепных, так сказать, кроме того, значит, ну, таких же можно много примеров привести, значит, у нас есть, что мы возродили, уже, вот, пять лет назад, потому что в 90-е годы, там, и даже начало 2000-х, никаких клубов юных химиков не было, мы к этой традиции, значит, вернулись, и открыли, так называемый, малый химический институт, и мы тоже видим, куда, значит, там на платной основе это все нужно, потому что необходимо, ну, какие-то затраты мы несем, хотя они даже не покрывают эти затраты, опыты лабораторные, но там же, да, там реактивы, там, реактивы покупать, и мы тоже видим, из каких школ, то есть мы, значит, ну, вообще из очень многих школ стремятся туда попасть, там же 9-й, 10-й, 11-й классы, значит, три уже уровня подготовки, начиная с 9-го, значит, 10-й и 11-й, и у нас, и мы тоже видим, какие учителя, значит, каких детей они готовят, поэтому с учителями очень тесный контакт, кроме того, вот кафедра химического образования, которое, в момент объединения вузов в федеральный университет, она перешла к нам из бывшего педагогического университета, она просто была там кафедрой химии, значит, здесь у нас она стала кафедрой химического образования, ну, они там учителей готовили, значит, и здесь учителей готовят, значит, они же проводят, проводят и переподготовку учителей химии, вообще, в республике, поэтому такая вот связь с учителями, то есть мы знаем, какой учитель чего стоит, вот по итогам приема, по итогам. А как родитель может узнать, в какую школу отдать, например, своего ребенка, если у него там есть мечта увидеть, или он видит какие-то наклонности к химии, если человек начинает опыты с порохами, там, лет в 5-10, ну, как все пацаны начинают с опытами изобретения порохов. Я вам просто историю расскажу, значит, насчет порохов. Значит, я не могу сказать, какую именно школу, но, во-первых, отдать в какую-то школу, это ведь, во-первых, это зависит от места жительства, правильно? То есть там не то, что не просто так все, но потом есть специализированные вот эти лицеи, там, или школы, но если человек, вот из тех, которые я перечислил, то это, пожалуйста, в наш лицей Лобачевского. Значит, почему много в IT-лицее очень хороших, так сказать, ребят по химии, поэтому, ну, которые, в том числе, с нашей, так сказать, с помощью, потому что там работают наши победители олимпиад, значит, там работают наши преподаватели, значит, они очень существенный результат по химии достигают, хотя они айтишники, и многие, вот в прошлом году, два человека у них, значит, они были призерами террористической олимпиады, значит, они поступили к нам на химию. Но вообще, надо сказать, что вот эта междисерплементарность, о которой мы же как-то так вскользь вроде бы поговорили в разных ипостасях, важна, вот современная химия, она не есть нечто такое отдельное, вот сейчас химия современная, без математики и физики, это, ну, просто невозможно, потому что работа на сложных приборах, там, да, там же очень много физических законов в химии, значит, математика, безусловно, так сказать, потому что многие процессы сейчас идут на уровне моделирования, то есть хорошие знаниями математики и физики, это, ну, и химия, само собой, значит, это залог вот такого в конечном итоге очень хорошего специалиста, который, кстати, быстро, даже если он контрактник, очень быстро, так сказать, отобьет вот эти деньги, ну, я уж прошу прощения за жаргон, потому что, да, вот на что они могут претендовать, по-моему, вы спрашивали, Да, да, конечно, никакой, значит, что ты можешь сказать, значит, ну, на старте, когда выпускник только выпускается, значит, ну, во-первых, где они, они же работают, наверное, надо сначала сказать, да, значит, ну, в основном, мы говорили, что мы готовим химиков-исследователей, да, которые, ну, образование настолько у нас фундаментальное и хорошее, что они вообще во всех сферах могут работать, значит, ну, во-первых, надо сразу сказать, что примерно треть наших выпускников поступает в аспирантуру, к нам же, то есть это как бы monitoreе кадров, значит, а всего около половины выпускников поступают, специалистов имеется, которые могут поступать, и магистрантов в аспирантуру, поступают в аспирантуру Казанского университета, значит, по химии и в других вузов, и у нас очень просят другие вузы, значит, наших выпускников, значит, потом они, значит, становятся уже такими защитенными учеными, они могут работать, в общем-то, По статистике, во-первых, ВУЗы и НИИ очень крупные. У нас крупнейший научно-исследовательский институт, это Институт органической и физической химии имени Арбузова. Там процентов 80% наши выпускники, включая директора Института Академика Российской Академии наук Синяшина Олега Иролича, 80% они в основном комплектуют свой научный потенциал за счет выпускников нашего химического института. Дальше это различные химические лаборатории, допустим, санэпиднадзор, то есть везде, где требуются криминалистические службы, где требуется знание химии, это МВД, криминалистическая лаборатория, тоже возглавляется нашим учеником. Я не говорю там про вузы обязательно, то есть очень много наших выпускников либо остаются у нас, при наличии, как говорится, свободных мест, либо с большой охотой их приглашают и вырывают буквально другие вузы, вот тот же КХТИ, например. То есть никому Макдональдс не грозит? Нет, не грозит. Но если только человек сам захотел, то тогда же сам захотел окунуться. Ну и что касается зарплаты? Когда на старте, это я так не могу мысль закончить, на старте, значит, вот в зависимости, куда он попал, значит, он, ну, примерно на зарплату там 30-35 тысяч на первое время, значит. А дальше как он уже идет там по карьере? Ну, а как правило, очень быстро они все растут. Значит, ну, что я могу сказать? Дальше, значит, до 100 тысяч и более, пожалуйста. Но я могу просто сказать на примере нашего института, потому что я это знаю, значит, что средняя зарплата сотрудников нашего института это 96 с чем-то тысяч рублей в месяц. Ну, это, конечно, средняя, то есть, это не значит, кто-то получает, значит, кто-то получает больше 100 тысяч, кто-то, но сейчас профессор-пропитательский состав для научных сотрудников, ну, меньше 50 тысяч практически никто не получает. Владимир Иванович, и надо еще, наверное, учитывать тот факт, что наша республика, она концентрирована, насыщена химическими, нефтехимическими производствами, нефтепереработка развитая, ну, вот и везде достаточно высокий спрос на хорошего, хорошего химика. Безусловно. Поэтому, вот я еще не упомянул, ну, так сказать, место работы, потенциально заводские лаборатории, то есть, заводы различные, да, ну, туда в меньшей степени, они постоянно к нам обращаются, вот, буквально на прошлой неделе к нам приезжал директор так называемого научно-технического центра Нижнекамской нефтехимы. Вот им нужны специалисты, значит, именно у нас. Они не хотят в другом месте, они хотят именно, чтобы наша специалиста, значит, выступала она, значит, перед нашими студентами, магистрантами, значит, всячески заинтересовывала. Что вы, наверное, туда поехали? Ну, я должен сказать, что у нас в меньшей степени, потому что не технологи, да, но в то же время, если они попадают на производство, наши выпускники, они очень быстро и стремительно делают карьерный рост. В силу именно того, что они привыкли учиться, они очень быстро вникают, так сказать, даже в новую для них область и достигают очень больших, так сказать, высот. Ну, например, главный технолог Нижнекамской нефтехимы, того же самого, значит, Анас Кабдалнурович Сахабуддинов, наш выпускник, у нас, институт, он зачитал диссертацию, и вот потом поехал, значит, со своим товарищем, который тоже у нас зачитал диссертацию, значит, они одногруппники были, в Нижнекамск, на Нижнекамске нефтехим, потом вот лет, наверное, около десяти назад второй, значит, Сафин, Дамир Хасанович, вернулся в Казань на Урсинтез, значит, и он сейчас замг главного инженера завода органического синтеза, те же наши, значит, директор порохового завода, значит, был долгое время, это наш выпускник, значит, директор завода СК, тоже, ну, предыдущий, долгое время, в общем, был, сейчас в Москву ехал, то есть везде, даже если они попадают вот в реальное производство, они очень быстро делают. У меня вот такой вопрос еще есть, помимо учебы, достаточно сложной учебы, у ваших студентов, ваши студенты могут участь, участвовать в каких-то научных проектах или связанных проектах с грантами, зарабатывать деньги, будучи студентами. Конечно. И второй момент, может, вы расскажете подробнее, второй момент этого вопроса, зарубежные командировки, потому что, зарубежные стажировки, потому что, для молодого человека, возможность учиться, и, например, заодно посмотреть мир, посмотреть, как организована учеба там, получить языковую базу и включиться в мир в качестве ученого, в качестве технолога, в качестве любого специалиста в химии. Я считаю, что это важно, и, может, вы расскажете об этом и нашим зрителям, и, в том числе, будущим вашим ученикам, что они... Первый вопрос, это связано с возможностью заработать, учась по не... не официантам в столовой, да, в кафе, а вот именно в вашей работе. Ну, именно так, мы и стараемся, по крайней мере, в отношении самых, так сказать, преуспевающих наших студентов. Значит, я уже сказал, как у нас организована система, то есть, система научных групп, да, значит, и все, кто в этой группе работает, включая студентов, наиболее перспективных, которые действительно, реально, чтобы они не искали работу в Макдональдсе, раз мы на Макдональдсе так остановились. Значит, мы стараемся, потому что каждая группа имеет достаточно много гарантов, то есть, она имеет дополнительное финансирование, и вот на эти гранты принимаются, в том числе, и аспиранты, мы стараемся и аспиранты, чтобы они тоже не бегали искать работу, да, потому что стипендии относительно небольшие же, студентов-то вообще маленькие, честно говоря. Вот, то есть, если человек хорошо, активно работает, пусть он работает здесь, а не в Макдональдсе. И очень много таких студентов, которые реально зачислены, и студенты, и магистранты, и аспиранты, которые получают деньги здесь. Вот еще такой вопрос, Владимир Владимирович, по стажировке, по стажировке, где и в том числе участвуют студенты, аспиранты, какие наиболее значимые направления по уходу с договором вы можете выделить? Понял, давайте, а то мы опять отвлеклись, закончим насчет зарубежных стажиров. Связи, значит, у нас обширные связи, значит, по всему миру, значит, в которых участвуют студенты, значит, ну, особенно тесные, значит, связи для студентов, именно обучающихся, значит, это Франция, Германия, Франция, это университет Страсбурга, где работают два нобелевских лауреата, значит, там у нас со Страсбургом, значит, так называемая программа двойных дипломов, то есть магистры, один год по направлению хемоинформатика и молекулярной моделирования, называется эта программа, значит, это современное такое направление, сейчас практически все фармацевтические фирмы и прочее, значит, пользуются именно хемоинформатикой и биоинформатикой для того, чтобы, значит, сократить затраты и время на поиск эффективных лекарственных препаратов, значит, это во всем мире востребованная такая специальность, значит, она позволяет связывать строение, структуру соединения и свойства, то есть, можно предсказывать, если такая структура, вот такие будут свойства, и наоборот, если вам нужны вот такие свойства, какая должна быть структура, вот это в двух словах, так, чтобы было понятно, так вот, эта магистратура совместная с университетом Страсбурга, значит, она построена так, что первый год они получают, учатся, ну, магистратуру два года образования, первый год они учатся здесь у нас, а потом, кто хочет, это не обязательно, они могут второй год тоже здесь учиться у нас, а могут, значит, поехать во Францию, ну, естественно, для этого надо, знаете, язык там надо задавать, значит, это определенный, потому что там обучение идет на часть на английском, часть на французском языке, и они имеют, так сказать, возможность, значит, второй год получать образование там, программы наши согласованы, таким образом, что потом они получают два диплома, и диплом Казанского федерального университета, и диплом университета Страсбурга, значит, дальше, значит, вот Германия, тоже очень тесный контакт у нас с университетом Германии, куда наши студенты, в том числе, значит, ездят на стажировки, это прежде всего, значит, это такие, ну, вообще, стажировки, и вот эта мобильность студенчика, значит, она регулируется, значит, общеуниверситетскими соглашениями с университетами и партнерами, таких соглашений очень много, университетов, значит, есть партнеры, куда мы можем направлять, так сказать, своих студентов, преподавателей, и так далее. Плюс существуют специальные фонды. Для европейских университетов еще есть так называемые программы Erasmus, которые тоже может финансировать. Есть наши другие фонды, в частности в Торстане это фонд Алгарыш, который финансирует, софинансирует. Вот тоже обучение магистров в Страсбурге. В основном они через программу Алгарыш. Они подают заявки, одобряют, оплачивают те расходы, которые они несут на территории Франции. В Германии это прежде всего университеты Лейпцига, университета Ростека, университет Дрездена, с которыми у нас очень давние и древние такие связи и совместные научные исследования. С студентами тоже едут, чтобы заниматься ничем попало, а вот он тут занимается чем-то. И примерно подобным направлением с нашими партнерами. Ну и дальше это очень тесные связи с Японией, университет Канадзавы. Там студенческий обмен уже, как бы сейчас соглашение подписано, значит, будет там не только, значит, там физики и химики, значит, вот там студенческий обмен предусмотрен, то есть они выезжают туда на стажировки. Значит, и очень известный, значит, японская, вон такой, как университет и производственное центро, значит, Добелевским лауреатом, как называется, это Рикен. Значит, там у нас с ними целый ряд проектов, значит, включая совместную аспирантуру. То есть наши выпускники, наши аспиранты едут туда, часть времени учатся там, значит, ну, потом опять здесь, опять там, в общем, вот такие связи, очень плотные, значит, ну и потом, значит, защищают диссертацию. Вот, если хотят получить PHD, они могут там защитить, а здесь, значит, кандидатскую диссертацию. Вот, ну, вот примерно так. Вы назвали ваших выпускников, которые, чьи имена известны, на слуху возглавляют производство в Казани за пределами Татарстана, крупные, известные. Я хотел спросить вопрос о тех выпускниках, которые добились успеха недавно. Почему я говорю, почему я такой вопрос задаю, потому что для молодых людей, если директор порохового завода, который уже там на пенсию ушел, пример успеха, но это очень далекий пример. Он не ушел на пенсию, он просто переехал. Переехал, да. А если речь идет о, вот тут молодой человек, которому 20 лет, 22 года он закончил, и он уже, вот, и мы знаем, что он своими знаниями успехом. Вот это, наверное, пример более впечатляющий и вдохновляющий для молодых людей. Это зависит от того, какие вы ставите перед собой. Ну, конечно, чтобы сразу стать директором института, например, да. Возможно, фильм открывает, возможно... Я сейчас об этом скажу. Значит, понятно, что поэтому, значит, когда мы говорим, в качестве примера приводим наиболее выдающих своих, так сказать, выпускников. Значит, ну, давай, снастоящий, я скажу сначала про больших, хотя бы некоторые фамилии перечислил, а потом перейду на чудо, к этой конкретике для молодых. Значит, ну, вот глава современной казанской химической школы, значит, Александр Иванович Коновалов, академик Российской академии наук и Академии наук Дарустана, значит, ректором Казанского университета, был деканом химического факультета в свое время, ректором Казанского университета, значит, директором института органической и физической химии. значит вот но понятно он уже так сказать вот ну почти на возрасте значит тот же директор казанского научного центра и директор институт органической физической химии тоже академик рэн олег геродич синяшин тоже начинал позже но это понятно что он тоже уже конечно не надо и не сразу сдал директор значит это но я уже говорил там про некого в которой там в промышленности добились больших успехов так насчет член корреспондент российской академии наук игорь сергеевич антипин уже заведующий кафедрой органической химии у нас тоже начинал я уже его упоминал значит владимир фёдоров член корреспондент российской академии наук он ведущий сотрудник заведующий лабораторий институте органической физической химии и одновременно у нас значит профессор кафедры органической химии вот таких вот так вот крупных да если вы смотрите там период значит очень много вот как это вы говорите чтобы прямо сейчас сразу очень многие наши выпускники основывают создают свои но относительно небольшие фирмы значит там про распространение химических реактивов там значит что что связано с химией и в том что есть промышленность таких очень много значит и вот сейчас они уже выступают нашими спонсорами на многих мероприятиях как наши выпускники значит то есть они процветают очень успешный много бизнесменов которые имеют свои фирмы и значит поэтому смотря какие цели ставить перед собой выпускник если он хочет еще чего-то быстро и сразу он вас может получить вот на те же виду сразу тоже с нуля свою фирму тоже не создашь понятно да то есть но их охотно берут наши выпускники которые уже имеют эти фирмы потом они там создают может свои там еще чего-то но во всяком случае здесь карьера ведь нормальный доход он нужно не так связано что обязательно быть директором там где-то там руководителем чего-то то есть ты можешь реализовать все свои так сказать в ее потребности если ты хороший специалист на любом уровне то есть хороший специалист науки на уровне научного сотрудника это тоже быстро младший научный сотрудник значит научный сотрудник старший научный сотрудник ведущий и так далее так далее то есть в разных областях совершенно в зависимости от потенциала человека и его амбиции значит его как бы вкусовых ну в хорошем смысле предпочтений я имею в области химии значит он может пойти вот я уже перечислил где работают наши выпускники и достаточно быстро и успешно сделать там карьеру и получать достойную зарплату действительно целый плеяда сейчас только что ее назвали и понятно что они пропадут в этой жизни выпускники и вот один из этапов приобщения это все-таки участие в хоз договорах хоз договорной работе института и совместных проектах действительно с ведущими предприятиями по этой стезе вот какие наиболее такие важные работы выполнены но вы правильно сказали что во первых значит что татарстан это вообще такая химическая нефтехимическая республика где очень много значит химических предприятий различных других центров образовательных центров научных центров именно в области химии д поэтому значит и наши выпускники и наши значит исследователи наши лаборатории они очень востребованы например крупнейший химический в общем концерт завода нельзя назвать значит и нижнекам снефтехим да в свое время еще был крупнейшим химическим предприятием европы не только россии значит вот с ним есть так называемые большие мега проекты или мега грант их еще называют да на уровне значит скажем 218 так называемое постановление правительства российской федерации это когда и она направили на то чтобы предприятие совместно с вузами значит решали какие-то глобальные такие проблемы для страны ну чтобы выиграть этот грант значит и там очень приличное финансирование на три года например там 500 миллионов рублей вот три таких проекта наш институт выиграл это все на конкурсной основе здесь какие конкретно с и нижнекам с нефтехимом эти проекты касаются разработки катализаторов новых отечественных катализаторов которые не хуже и даже лучше по многим аспектам и импортных катализаторов значит потому что это вообще проблема для химической промышленности отечественные катализаторы собственные значит вот они уже выиграли три таких грантов плюс они имеют еще массу договоров в том числе сотрудничают и зарубежными партнерами это значит датская фирма хайлертапсо это американская фирма крейтон значит у них договора на что совместно работают вот значит разрабатывают новые эффективные катализаторы которые уже производят и значит заводиме карпово в менделеевский и нижнекам с нефтехим значит в четырнадцатом году пять лет назад нижнекам с нефтехими запустили катализаторную фабрику и сейчас собираются значит строить еще одну то есть другие значит тот же оргсинтез казани очень заинтересован в этой области наш катализаторов разработки новых катализаторов нефтяники очень заинтересованы потому что катализаторы используются при нефтедобычу при влучшении свойств нефти значит вот я бы называл катализаторы такой важный важный вопрос именно импортозамещение безопасности страны наш университет в этом участвует плотно да ну еще насчет вот химия композитных конструкционных материалов различных да кстати можно и тема значит очень востребовано значит вот с теми же японцами и американцами в общем есть такая язык и фирма в японии значит который занимается разработкой новых материалов значит ну в основном значит для автомобильной промышленности вот там все и штеки разъемы различные значит провода в общем все-все-все там их очень заинтересовали их представители и у них еще американская дочка значит вот они наш к нам приезжали значит и сейчас значит на базе одной из наших лабораторий значит проводится по их заказу значит они финансируют эти работы вот как раз работа в области графена вот недавно получили если бы как на материал да начали графена так гейм новожилов да здесь нет не трехмерный двухмерный углерод значит а вот производными графена значит занимается одна из наших лабораторий значит это это все что касается на нанотехнологии да получается да 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 вот он как раз значит занимается значит айрат демеев ну больше десяти лет работал соединенных штатах значит специалист в этой области вот сейчас вернулись к нам он phd значит доктор демеев вот он у них достаточно приличный проект значит вот с этой японской фирме это что касается то есть даже с ними тут тоже идут сотрудничество и они понимают эффективность значит эта работа и готовы его финансировать вот значит да значит такой же проект у нас был с казанским это я говорю о мегапроектах таких даме игры с казанским заводом синтетического каучика но к сожалению так сказать там до конца но там понятно значит силу финансовых причин значит предприятие обокрутилось значит и так сказать работать не были доведены до конца хотя были близки к этому это из больших проектов а так значит и именно связь с промышленностью мы говорили да а так у нас большое количество чисто научных грантов это гранты российского научного фонда гранты российского фонда фундаментальных исследований самые самые общем в самых разных областях вот если говорить о чистой науке владимир иванович нас все-таки это общепризнано что институт химия бутлерова он один из хедлайнеров нашего университета по по количеству научных исследований публикации какие наиболее под прорывные значимые научные публикации вы можете выделить и рассказать нам немножко об этой стране вопрос вы знаете очень сложно всегда вот так однозначно этот вопрос ответить потому что я уже сказал что институт проводят научные исследования практически во всем современных областях химии значит таких значимых ну вот вы упомянули о публикациях вот я могу только что сказать например в восемнадцатом году институт опубликовал 300 около 300 353 по моему да научные статьи значит в самых разных журналах различных профилей из которых больше пятидесяти журналов это иностранные журналы понимаете и они разного совершенно профиля этот о чем говорит о том что эти журналы эти статьи распубликуют значит они интересны что они востребованы да вот я говорю больше пятидесяти наименования только журналов значит это но и кстати российский журнал существенно меньше значит 90 процентов и больше этих журналов они входят в международные базы цитирования web of science и скопус ну то что сейчас это говорит о статусе статьи какой квартире если не секрет так начну примерно половина это первой квартире ого вот это уже говорит поэтому и научные гранты выигрывают у нас очень в общем всего у нас вот это финансирование так сказать за счет науки что ли такой грантовой науки это порядка 150 миллионов и неудивительно что и сотрудники с высоким индексом хирша все-таки публикации они прямо на это влияет но по вот университет проводить внутренний рейтинг значит наш центр перспективного развития значит каждый и вместе каждый квартал подводить значит итоги надо сказать что в первый топ-10 по количеству публикаций значит по его их уровню там целая масса считается том числе и учитывается и так далее так далее значит в первый топ-10 наших ученых по естественно научному циклу да входят пять химиков то есть половина а в первые топ-100 а там вообще до двух тысяч доходит значит ну то что по фамилии идет в первый топ-100 тоже там не меньше половины это химики поэтому это говорит о таком высоком уровне и соответственно когда они потом подают заявки на различные гранты и получили знакомы там же все смотрится инвестиции смотрятся какие публикации что они востребованы что они интересны и это такой самый индукционный процесс молодежи кстати вот мы говорили о молодежи пока очень много у нас молодых которые вот тоже не не могу нас пошли работать там и не на фирму они остались у нас значит которые получили получают грант и президента российской федерации президент республики тедеастана правительство российской федерации и там есть так называемая программами и все молодые кандидаты наук молодые доктора наук вот у нас очень много таких оторняita или этот отдельный грант значит для молодых молодежные гранта това же российского научного фонда это вот то есть если человек хочет именно на у себя появится мы совершения взять там фирма организовать я еще чего-то. Он может заниматься наукой, если ему это нравится, у него это получается выигрывать с гранта. И часто с грантов люди получают больше финансирования, чем просто зарплатную часть за свою основную работу. Скажите, у меня вот такой вопрос есть. Есть ли какие-то направления, есть ли, скажем так, вопрос о вашей мечте, связанной с вашей профессиональной деятельностью? Есть ли какие-то направления в деятельность вашей института, которые вы считаете недостаточно разработаны, но которые вы видите большую перспективу и хотите, чтобы вы внедрите себя в институте и на что нацеливаете своих коллег, подчиненных? Может быть что-то такое, что скажем так, поговорим немножко о будущем. Понятно. Значит, ну вот я уже, по-моему, говорю, значит, я начну с того, что в принципе, как бы мои коллеги, они достаточно квалифицированы, особенно руководители подразделений, для того, чтобы Владимир Иванович напрямую сказал, ты вот это прекращай, будешь заниматься вот этим. Конечно, такого нет. Значит, ну вот я уже говорил, что сейчас наиболее такой мощный тренд во всем мире, это создание междисциплинарных, приведение междисциплинарных исследований. Вот я уже говорил, что наш новый корпус на это нацелен и так далее. Но здесь вот и есть... Вообще вся стратегия университета именно вот поощряет. Да, 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 конечно. А по-другому нельзя, потому что сейчас такие проблемы стоят в науке, которые не может решить, какая-то одна наука отдельно взятая просто, допустим, только физики, или только химики, или там, только биологи. Поэтому без этого просто, так сказать, необходимо. Поэтому вот в чем я вижу, что надо, значит, эту междисциплинарность, безусловно, развивать. И пока еще не, так сказать, где вот есть перспективы развития, значит, это, ну, скажем, какие направления, как создание биологически активных веществ. Мы, в принципе, многие группы в нашем институте этим занимаются, но там есть же разные группы веществ, которые проявляют, значит, в конечном итоге для создания лекарственных препаратов. Либо там, пусть в конкретной болезни, либо, значит, широкого действия, то есть там антисептики, которые вообще все, значит, вот здесь у нас много пациентов, государственной премии есть на эту тему, значит, ну, вот здесь и сейчас многие это понимают, и, так сказать, вот вот что я хочу подчеркнуть, что вот, допустим, чтобы получить грант того же фонда, научного фонда, там, российского фонда фундаментальных исследований, то есть там достаточно просто проводить очень серьезную, сильную, качественную науку, но одни и те же, как говорится, вот исследователи ставят перед собой решение каких-то фундаментальных проблем химических, да, ну, подбирают объекты, там, и решают в рамках там грантов и еще чего-то, но эту же самую проблему можно решить и на объектах, которые имеют практическую значимость, то есть, можно, например, вот этот взять объект, его изучать и сделать нужные выводы фундаментальные, а можно взять объект близкий примерно, но который имеет практическое значение, и тогда две проблемы как бы решились, и тогда возникают уже предпосылки для того, чтобы это внедрять уже потом в практику, в промышленность, вот поэтому мы это обсуждали там и на ученом совете не один раз, что стараемся сейчас как раз вот немножко сместить акценты, чтобы не какие попало выбирались объекты просто под проблему, а чтобы выбирались такие объекты, которые в дальнейшем будут иметь практическое значение, можно какой-то конкретный пример, когда вы со своими коллегами обсуждали, выбирали объект исследования и в процессе этого обсуждения вот нашли, да, этот объект мы не берем, потому что он отличен, а вот этот вот вот эта вот история, этот кейс нам интересен, потому что мы завтра в него найдем под него инвесторов, найдем под него промышленное предприятие, которое в этом будет интересно, и выбрали его. Да, ну вот конкретно тогда прямо из области медицины, о которой только что говорили, значит, приведу пример, у нас есть лаборатория, которая вообще занимается так называемым термическим анализом, значит, термическую устойчивость вещества и так далее, там очень великолепное оборудование, значит, дорогое, очень качественное, все, и они решали вот на, свои вопросы фундаментальные на объектах, которые, в общем-то, решали фундаментальную часть проблемы, но они никак не были связаны с какой-то реальной, так сказать, ближайшей перспективой где-то это использовать, да, вот сейчас они эти же проблемы решают на уровне создания, значит, то есть взяли уже доставка лекарственных средств, причем, такая ингаляционная, что прямо в легкие, из легких сразу в кровь, да, это очень большая проблема, вообще фундаментальная, значит, они не просто берут какие-нибудь декстрины и прочие объекты, которые, ну, малоинтересны в плане практического использования, а берут такие, которые они капсулируют, и это уже конечная цель уже имеет, да, это уже имеет внедрение в медицину, и таких примеров в принципе много. Ну что ж, вот такое вот славное будущее и такое славное прошлое у нашей химической школы в Казанском федеральном университете, и напомню, сегодня у нас был замечательный собеседник, директор химического института Бутлерова Галкин Владимир Иванович. Большое вам спасибо. Спасибо вам, спасибо всем нашим телезрителям. И ждем вас в химическом институте, дорогие абитуриенты. Музыка. 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 Музыка.